Друзья, приветствую! Сергей из Питера передал образцы масла Shell Rimola R6 ME530. Вот описание масла с официального сайта. Данные по маслу. Масло для коммерческой техники с высоким содержанием, с высоким уровнем щелочного. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Поскольку эталон данного масла у меня уже был ранее создан, я сейчас просто сравню свежее масло, переданное Сергеем, с эталоном. Посмотрим, насколько оно соответствует одну другому по параметрам. Приступаем. Я подписываю, что это новое. Прибор измеряет чистоту окон, измеряет фон перед проверкой. Давайте посмотрим. Уровень противоизносных присадок 111 процентов, чуть больше. Выше кислотное 2,17, в эталоне 2,1, то есть на 0,07 выше. Естественно выше уровень присадок, выше кислотное. И выше даже уровень щелочного в эталоне 16,4, а здесь 16,9. Я выставлял по данным производителя, учитывая то, что здесь присутствуют эстеры в масле. Эстеры, как многие знают, повышают уровень. Путают прибор, он путает их с карбоновыми кислотами, поэтому выставлял по производителю. Все понятно. Масло свежее даже чуть-чуть гуще замешано. Теперь можно приступать к проверке отработки. Это газель бизнес 2012 года. Двигатель 2,8, дизельный Cummins 120 сил, объем масла 5 литров, пробег автомобиля больше 171 тысячи километров, пробег на масле почти 7300 километров и использовалась с июля 21 по февраль 22. Топливо Shell. Так, закладываю, значит, прибор также проверил фон и окна. И смотрите, что у нас получается. 126 процентов по противоизноске. Для дизеля это достаточно часто. Частое явление. Это противоизносная присадка попадает из топлива, тем более здесь Shell однозначно. Он с баскерапуром, керакором. Смотрите, сажа 1,27. По саже тут такой момент или тяжелые условия эксплуатации, например, загруженность машины постоянная или там может прицеп и какое-то оборудование она таскает. Может быть, это краткосрочная был такой подъем, а потом на уровне осталось, но скорее всего здесь уже как бы некоторая изношенность топливной аппаратуры. Высокий уровень кислотного 5,53, почти 6. Это связано с сажей. Вместе с сажей попадает в картер много противоизносной присадки. Как видите, 126 процентов и она дает вот такой уровень закисленности. Щелочное падение не сильное. Ну, как бы это опять же говорит, что вот баск, как-то они добились такого, что вроде как и кислотная среда, но на щелочное не сильно действует. Вот почему используют, видимо, все производители в основном, особенно у нас в Европе и СНГ присадки от баскера. Керакор, керапур. Так, смотрите, по вязкости вообще никаких вопросов, учитывая даже то, что это дизель и сажи прилично, вообще супер вязкость на месте, то есть все четко. Да, не забывайте отметить данное видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, ну и помочь каналу продвижения. И посмотрите, значит, оценка ресурса. В данных условиях, в данном автомобиле масло способно выдержать, ну по оценке, больше 23,5 примерно тысячи по пробегу. По нитрованию тоже колоссально здесь, практически, ну для дизеля это не так характерно, как для бензина, тоже там больше 70 тысяч километров и 145 тысяч по вязкости, но это так я уже написал, там 5 процентов поставил, хотя здесь по вязкости вообще никаких вопросов нет. Значит, почему масло прикатается, по какому параметру? Масло прикатается по саже. 2 процента это порог уже предупреждения, здесь 1,27, то есть в принципе достаточно близко уже и 3 процента это порог аварийный. Если сажа нарастает равномерно в результате износа топливной, естественного износа, то скорее всего масло не проходит более 15 тысяч километров. Вот на 15 тысяч стоит менять, даже с учетом того, что само масло, как вы видели, может выдержать намного больше. Скорее всего, скорее всего, насколько я помню, что этот Cummins производят в Китае, скорее всего, я уже высказывал предположение, скорее всего, тут как бы может быть проблемы с изготовлением, форсунки быстрее, там не такие прецензиозные, как Bosch Siemens и скорее всего здесь из-за этого они быстрее начинают там не совсем корректно работать. Вот, потому что для нормальных форсунок это, в общем-то, не такой уж серьезный пробег, честно говоря, 170 тысяч для дизеля. Вот само масло по себе, ну, сами видели, крепкое, отличное, высокое, щелочное. Тут и стеры есть, вообще супер, претензий никаких нет. Ну вот немножко машина подкорачивать срок его службы. Ну, в общем-то, тоже ничего криминального, нормальное, по 15 тысяч можно смело катать, я считаю. Вот такой получился тест. Благодарю Сергея за предоставленные образцы и за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких. Не забывайте, канал продублирован на Дзене. Сейчас, пока я свежие видео выкладываю и, ну, буду дополнять там. Есть в Телеге, ну, в Телеге, так, не знаю, в Телеграм-канал тоже Алдар Хосе и там и там Алдар Хосе в Дзене. Это английское написание без пробела, Алдар Хосе. Значит, здесь в Телеграме тоже. Ну, в Телеграме как бы формат такой своеобразный. Не знаю, не знаю, пока сейчас раздумываю. Ну, значит, берегите себя и близких, как я уже сказал. Всем мира! Увидимся в следующих видео. Пока!